Скалолазание Все три дисциплины я люблю, но мой профиль это болдринг. Я приехала сюда за болдрингом. Так получилось, что я вчера еще и трудность выиграла и сегодня попала еще в финал по скорости. Спортсменам турнир дался нелегко, ведь высокая конкуренция и высокое мастерство соперников – настоящее препятствие на пути к победе. Более 400 скалолазов из 40 регионов страны боролись за право назваться лучшим. Навыки ребят в зависимости от дисциплины оценивали профессиональные судьи. Влазание на скорость мы оцениваем время, за которое прошли участники эталонную трассу. Соответственно, кто прошел ее быстрее, тот и проходит финал и может бороться за призовые места. Влазание на трудность учитывается то, до какой зацепки долез спортсмен. Если спортсмены оба показали одинаковый результат, тогда уже учитывается дополнительное время. А в болдринге победить может тот, кто преодолел все препятствия без страховки. На пятиметровой трассе с наименьшим количеством попыток. Высота трассы для дисциплины лазание на скорость 15 метров. Для взрослых покорить ее дело 5 секунд. Вот если мы будем говорить об олимпийских принципах, выше, быстрее, сильнее, то болдринг это сильнее, скорость это быстрее и трудность это выше. Место проведения турнира Одинцовский центр скалолазания «Скалодром.ру» выбрали не случайно. Он единственный, который собрал в себя все три дисциплины скалолазания в Москве и Московской области. То есть у нас есть трудность, болдринг и скорость. Также у нас в центре скоро откроется килтерборд, единственный в России. И уже стоит развлечение для детей люксов. В соревновании приняли участие скалолазы от 14 до 19 лет. Для них подготовили лучшие условия. Трассы, соответствующие международным требованиям и оборудованные современными зацепками и рельефами. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.